Масштабное историческое шоу «Князь Святослав. Битва за Лабынск» состоялась на острове Дракена Церпуховского района. В реконструкции зрители перенеслись в XII век и погрузились в исторические события Древней Руси – война с половцами. На месте действия, по легенде, стоял древний город. Кто победил? За эпическими событиями следила наша съемочная группа. На берегу Дракенского озера за час перед зрителями вырос целый город. Согласно летописи, именно здесь, 10 веков назад возвышался город Лабынск. За его стенами в период междоусобий XII века укрывался князь Святослав, где и собирал силы для военного похода на Смоленск. Специально для масштабной реконструкции был возведен вот такой уникальный для Подмосковья деревянный амфитеатр в лучших традициях русского зодчества. Он может уместить около 600 зрителей и станет ареной для театрального представления. На острове Дракена развернулась настоящая историческая эпопея, где есть место и войнам, и любви. Актеры, играющие главных героев, князя Олега и Елену, супруги и в жизни. Им не нужно играть, они живут на сцене. Любовь, она везде любовь. В семье любовь, на сцене любовь. Когда твой партнер, твоя жена, очень удобно играть любовь. Да, как бы не особо выживаешься роль, уже легче на контакт приходить близки. А художнику-постановщику массовых представлений пришлось вжиться в роль Юрия Долгорукого всего за один день. Предыдущий актер заболел прямо накануне премьеры. Сегодня я утром получил текст. Сегодня я получил одежду, все. И я первый раз сегодня, можно сказать, без репетиции. Вот так. Не вживался даже. Около сотни участников, профессиональные актеры и просто желающие прикоснуться к истории готовили представление полгода. Многим пришлось освоить верховую езду. Но конное шоу с элементами джигитовки и конкура исполнили настоящие профессионалы. На фоне захватывающих батальных сцен вырисовывается главный конфликт – любовный треугольник. Князь Олег и татарин Каной влюбляются в прекрасную Юлену. Каной выстает против своих братьев, пусть и не по крови. Из этого исходит вывод, что все войны и за женщин, как бы это глупо не звучало. Но, тем не менее, завязка очень такая странная для такой масштабной. Как бы вот такой масштаб, а все-таки завязка самая простая, то есть битва за женщину. Как женщина войну начала, так она ее и остановила. Ведь куной тебе, как брат, умереть он будет рад от руки твоей умелой. Почему я не Елена? История завершается хэппи-эндом. Враг побежден, а любовь восторжесовала. По словам актеров, историческая земля, на которой когда-то стоял древний город Лобынск, питает силами и заряжает энергетикой, доказывая связь ребенок после века. Надо к корням своим возвращаться. Как же русский без своих корней? Без истории, это просто нельзя. Если мы забудем свою историю, то мы забудем... Преводимся в Иванов, не помнящик своего родства. Да, просто-напросто. Богдана Приход и Дмитрий Коновалов, Олег Городничий. Новости 360.